Дипе было, конечно, тоже хорошо, но и вообще петь, петь, особенно поутру в понедельник, может быть иногда забавно. Главное, чтобы эти песни были веселые и спеты с улыбкой, и с дружным коллективом. И дружный коллектив, конечно же, у нас в студии, но перед тем, как мы услышим песню в исполнении дружного коллектива «Живые голоса», мы пообщаемся с его руководителем. Продолжай, а я пойду здороваться. Александр Маргачев, солист арт-группы «Живые голоса». Александр, доброе утро. Всем доброе утро. Немножечко представьте, визитка, что представляет из себя ваш коллектив, что поете? У нас на самом деле уникальный коллектив, мы работаем в сложном и очень интересном стиле акапелла, исполняем все произведения только своими голосами, без каких-либо инструментов и без минусовых фонограмм. А с чего начался новый концертный сезон? И начался ли он? Ну, на самом деле, у нас еще не закончился старый концертный сезон, он плавно перетек в новый. Мы все лето активно работали, гастролировали, если вы знаете, привезли из Санкт-Петербурга первую премию международного конкурса. Поздравляю. Отлично, немножко подробнее, что за конкурс и как удалось? Сложно ли было? Было сложно, но мы справились. Конкурс именно акапельных коллективов был? Ну, конкурс был хоровых коллективов. А, то есть там и акапелла, и с... Да, кто-то был с Пандрояль, но мы придерживались своего стиля полностью акапелла и победили в номинации ансамбль. Чем вы поражали жюри международного? Поражали своей харизмой, своей музыкальностью, своей выразительностью. Я вот про музыкальность и хотел спросить, то есть, что конкретно вы туда повезли? А, мы повезли туда. Значит, «Ходят кони», замечательная у нас авторская аранжировка. Это был, наверное, хит сезонный. Как члены жизни сказали, мы очень ценим, что у вас свои аранжировки. Вы же не просто аранжировки, вы же инструментальные партии, насколько я понимаю. Да, мы используем стиль vocal play, это имитация голосом различных музыкальных инструментов. А вы солист или вы имитар? Ну, моя партия, ну, у нас все являются солистами, то есть у всех есть сольные какие-то определенные кусочки, но моя основная партия – это бас-гитара. А можно? Ох, вот сейчас, брат. Ну, сейчас вы это все услышите. Нет, 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 немножко партия. Давайте, давай, еще раз. Смок он, вот, по-моему, нет, нет. Ну, это не смок он. А, ну, что-то похоже, ладно, хорошо. Услышим еще, а скажите, как подбираете репертуар? То, что люди слушают, то, что нравится самим вам? Ну, то, что и самим, конечно, нравится, это в первую очередь. То, что мы любим, мы берем абсолютно разные песни в разных абсолютно стилях. То есть за публикой не идете? А публика просто любит то, что делаем мы. Отличная, конечно, позиция. А скажите, любую песню можно сделать акапельной? Или все-таки есть такие твердые орешки, которые не поддаются? Ну, вот мы как раз эти твердые орешки пытаемся раскусить и, в принципе... Один из таких примеров? Ну, не знаю, даже сложно сказать. Ну, что входит в ваш репертуар? Ну, особо твердых пока не попадалось, наверное, можно так сказать. А что вы больше любите, там, не знаю, классику рока, да, предположим, народные пения, что? Ну, у нас, смотрите, у нас сейчас как раз в подготовке идет новогодний блок, то есть это попыри различные. Расскажи, снегу мальчик. Ну, пусть это будет немножко секретно, еще до Нового года есть время. Это хитовые, танцевальные из иностранных хитов и у нас фирменная, как бы, стиль, это отечественные ретро-песни в современных наших обработках. А вот скажите, все-таки, вы так с такой душой, с такой любовью говорите про стиль акапелла, все-таки не изменяете себе? Где-то, может быть, участвуете в других проектах или вообще думаете, например, из этого же коллектива сколотить рок-банду? Ну, бывает предложение, говорят, ребята, приедьте, там, один-двое, ну, спойте под фонограмму кто-нибудь, но мы, говорят, твердым отказом на это отвечаем, потому что мы изначально работаем только акапелла, тупаем только все вживую, только все вместе, потому что мы считаем, что это очень интересное, сложное, как бы, показательное такое направление и очень это перспективно. Ну, а если, предположим, в какие-то более серьезные, там, ну, не более серьезные, а в какие-то большие проекты, которые задействованы с инструментами, вас как составной частью включат? Ну, мы ждем всегда интересных предложений, так что, пожалуйста, обращайтесь. Ну что ж, у нас остается совсем немного времени, а хотелось бы еще услышать живые голоса вживую. Скажите, где и когда вас можно будет услышать, кроме как в программе «Утро.ТВ»? Ну, на самом деле, сейчас никаких точных дат я сказать не могу, но можете следить на нашем официальном сайте за нашими новостями, и тогда вы точно не пропустите наше следующее выступление. Ну, а сайт можно найти просто в поисковике на браке «Живые голоса». Да, арт-группа «Живые голоса» нас легко найти. Спасибо большое. Александр Моргачев, солист арт-группы «Живые голоса», сейчас прямо присоединяется к своим сотоварищам. К коллективу, ну, а мы с вами, наверное, уже попрощаемся, да, для того, чтобы потом на нас не выходить. Зачем? У нас сейчас будет свидание с прекрасным. Эту программу для вас провели мы, я, Виктор Степанов. И я, Александр Борисов. Мы желаем вам всего-всего наилучшего, всего доброго, пожалуй, все, да, что должны были сказать. Ну, а прямо сейчас встречайте арт-группа «Живые голоса» с какой-то, ну, наверняка это будет чудесная композиция. Смотрим. Мне бы жизнь свою, как инопленку, прокрутить на десять лет назад. Смотрим. 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 Субтитры создавал DimaTorzok